Шаббат 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 община, которая нас очень любит, и там есть люди, которые смотрят нас в прямом эфире, мы вас тоже любим. Они не всегда все понимают, но им нравится наше прославление, представляете? А вам нравится ваше прославление? Потому что это было мало видно, когда люди здесь танцевали. Надо изменяться, перемены приходят в нашу жизнь, да или нет? Знаете, улетая домой, мы рано-рано утром встали, где-то в полчетвертого, там 4 часа нас уже везли из города, где мы находились, в аэропорт. И в этом аэропорту мы попали в очень уникальную ситуацию. Как всегда бывает, из меньших золт выбираешь самое большое, правда? Или нет? Чаще всего получаются. Приходим, и вот меньше, самая маленькая очередь. И мы все становимся в эту маленькую очередь, и потом через время понимаем, что это самый длинный путь, который был для нас. Люди, которые с правой стороны, длинная очередь, быстро, и мы стоим уже с терпением. И внутри, я понимаю, что как бы, ну не все в порядке. Я вижу, наша команда начинает раздражаться, и кто-то мне ущепчет на ухо, что она такая медленная. Но там молодежь у нас по-другому говорит, что же она такая тупая, что она не может с этим компьютером, что она смотрит туда, потому что быстрее. А я понимаю, что внутри самолет без нас не улетит. Но по какой-то причине этот раздражитель за компьютером становился таким местом нашего испытания. Кто с этим встречался? Идешь как бы в хороший супермаркет, ищешь поскорей бы рассчитаться и выйти оттуда, становишься в очередь, и как всегда какая-то бабушка что-то не взвесила, что-то кому-то звонят, не могут найти этот стыкер, который там, знаете, номер определителя не взвесили. И ты понимаешь, рядышком касса, и там все четко. А здесь какого-то стажера посадили, и вырабатывается нечто, что называется терпением. Самое страшное, что этот раздражитель всегда присутствует вокруг нас. И замечали ли вы, что в последнее время люди очень раздражительные? Находите ли вы, что в последнее время вы стали сильно негативно относиться к людям? Время бежит так быстро, и вдруг ты замечаешь, что ты какой-то насидел, раздражение такого. Тебя люди раздражают, что-то они не так делают, не так переходят к улицу, не так кушают мороженое. Там, как бы, знаете, не так одели своего ребенка. Вот это вы вчера спасли моего внука, да? А где шапочка? Где шапочка? Вот все, забыл, что спас внука. Главное, чтобы раздражитель был. Понимаете? Такое состояние, что мы негативно относимся к людям. Находите, что вы раздражаетесь очень сильно. И люди вас раздражают. Находите этого, если нет? Ты с ним начинаешь разговаривать, а внутри он тебя начинает раздражать. Раздражать. Какая-то часть его внешности, в его разговоре, в его мышлении начинает тебя раздражать. Чувствуете ли вы, что вам кто-то должен всегда принести какие-то извинения? Да, да, да. Мы чувствуем, что нас обидели, и у нас должны попросить прощения. Сразу вспоминается христианский момент. Если ты приходишь на собрание, и чувствуешь, что брат против тебя имеет что-то, оставь свою жертву, хвала и поклонение, пойди и примирись с ним. Но он мне первый должен извиниться. Мы хотим от Бога уникального, чудесного, и вдруг мы осознаем, что нас начинают раздражать многие вещи. Мы легко обижаемся. Очень легко мы обижаемся. Может, пришло время отпустить все? Может, на самом деле, церкви Божьей, людям верующим, которых раздражает все и вся, приходится и нужно отпустить. Не искать, кто из вас выгонит демона, раздражителей. Поехать на великую конференцию, чтобы вас выгнали, этих бесов, разочарование в людях. А может быть, нужно просто отпустить ситуацию, потому что эта ситуация зависит от тебя. Ты разговариваешь с кем-то, тебя уже начинает дебать. Скорее, бери его отсюда. Он думает, вот это проявление беса. Вот это правильно, именем Иисуса. Мы не понимаем, что происходящее вокруг нас препятствует Богу действовать в нас. Препятствует нам стать теми детьми Божьими, которыми мы всегда хотим быть. Мы хотим, чтобы быть участниками великого пробуждения, а это пробуждение внутри нас. Если мы не поборем, чувство обиды, оно никогда не придет. Потому что на самом деле пробуждение – это так, когда ты начинаешь любить людей. Независимо от их происхождения, внешности, вида и запаха. Ты начинаешь любить людей, которые страдают, мучаются, которые, может быть, и бесноватые. Потому что если бы Иисус не любил Ишуа, не любил бы людей, Он бы не изгонял тех бесов из бесноватых людей. Может быть, на самом деле, внутри то, что раздражает нас, становится препятствием для того, чтобы Бог проявил себя через свои дары в своей общине. Когда имеем любовь между собою, это состояние, когда мы можем покорять мир. Потому что то, что у нас есть и заложено Духом Святым внутри нас, мир не находит. У них этого нету. Но мы разочаровываемся. Мы очень часто любим говорить о таком качестве человека, как жертвенность. Особенно среди верующих людей в последнее время слово «жертвовать», «жертвенность» и так далее почти нисходит с уст проповедников, людей. И когда часто люди что-то не могут сделать или не успевают, мы говорим, нужно что? Жертвовать. Нужно жертвовать временем, деньгами, обстоятельствами. Нужно жертвовать ради Божьей славы, ради Царства Божьего мы должны что? Жертвовать. Это слово сегодня становится популярным. И я скажу так, жертвенность – это смена своих приоритетов в пользу другого. Что такое жертвенность? Это не только то, что мы даем, или как бы, знаете, вот, я вижу часто, люди хотят давать, то есть они хотят дать деньгами, то есть жертвовать чем-то. Но если ты жертвуешь, но не изменяешься внутри, то твоя жертва, она пустая. Но жертвенность – это смена своих приоритетов в пользу другого. Вы слышите или нет? Жертвенность, когда ты свои приоритеты, то, что тебе очень хочется, тебе желание есть, что ты в пользу другого человека, это отдаешь. Жертвенность всегда, она адекватна. Она не имеет признаков сумасшествия. Она всегда адекватна, но имеет разную природу. Бог вложил в нас, внутри нас, нечто, состояние такое, которое мы готовы жертвовать. Мы готовы жертвовать инстинктно, например, подсознательно. Родители жертвуют собой ради детей. Мужья ради жён, любимые ради любимых. Мы подсознательно готовы жертвовать этот инстинкт, который внутри нас есть, существует. Мы готовы собой пожертвовать. Но Писание говорит, но если любви не имеет, напрасно – это жертва. Есть и также сознательная жертва, жертва, которая совершается путём убеждения или самоубеждения. То есть у нас есть убеждение, которое мы читаем в Танахе, в Писании, где люди своим примером жертвуют ради Царства Божьего, ради того, чтобы Бог проявлялся, и самоубеждение. Я убедил себя, что если я буду десятину давать, то все мои грехи простятся. Да? Есть такие люди? Есть, ну есть, есть. Я встречал таких. Даже приходили неверующие люди, которые говорят, я действительно буду давать вам. Мне простятся грехи. Самоубеждение, то есть самоубеждение. Вот буду что-то делать, и всё у меня просадёт с рук. Но на самом деле, в случае религиозного термина, когда мы говорим о жертвенности, мы с вами знаем Танах, или же, по крайней мере, мы читаем Библию. Мы понимаем, не может быть жертвенности без жертвенника. Вы понимаете, да? То есть без того места, где ты из-за чего-то возлагаешь эту жертву, на что-то ты полагаешься. Жертвы, они... Невозможно принести жертву без самого жертвенника. И я по этой причине, я хочу говорить о нашем жертвеннике. Жертвенник нашего эгоизма. Слово эго – я. Жертвенник своего я. И один из них, я называю, жертвенник такого состояния, как обиды и раздражения. Вы слышите, услышите, пожалуйста, меня. Для того, чтобы принести жертву, я же говорю, жертвенность, это то, что мы отдаем ради других, то есть по причине своего сознания, мы жертвуем то, что нам нравится, то, что нам любимо. И когда мы не хотим жертвовать то, что нам дорого, и то, что нам приятно, это уже называется эгоизмом, свое я. Вот на этот жертвенник, свое я, мы должны будем возложить состояние нашего раздражителя. Эгоизм – это чувство собственной выгоды. Эгоизм – это чувство собственной выгоды, когда человек ставит свои интересы выше интересов других. Эгоизм мешает человеку прийти к Богу. Потому что, приходя к Богу, человек должен пожертвовать своей жизнью, своим удовольствием, тем, чем он раньше наслаждался в этом мире, потому что это нужно возложить на жертвенник, на крест. Человек должен осознать, что эгоизм мешает Богу действовать в жизни человека. А как это касается нас? Как касается нас? Особенно, я уже говорил об этом, замечали ли вы, что в последнее время вас раздражают люди? Самое страшное, что вас, нас раздражают верующие люди. Ладно, когда в мире тебя раздражают, ты там можешь еще как-то так проявить себя, что-то как-то… А когда вот тут, как бы, среди верующих, разных динаминаций, вас раздражают разные люди, есть проблема. Как этого раздражителя любить, за которого умер Христос, Мессия? Как этого человека, который раздражает тебя лишь по одной причине, что он по-другому мыслит, и мысль такая, что за него так же умер Мессия, как за тебя? Вот это состояние мешает нам, я вот честно скажу так, молиться друг за друга, мешает нам иметь общее ведение, к чему мы идем, мешает нам именно поддерживать друг друга и быть семьей, которую Бог изначально до нас предусмотрел. Я говорю не только за вашу общину, я говорю целиком за все тело Мессии, как из разных динаминаций, так же и из разных людей, цветом кожи или же мышлением. Мы живем с вами в мире, где люди весьма торопливы. Все, что происходит в мире, сейчас очень быстро, раз, 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 раз происходит. Еще вчера не успел посмотреть, сел, проснулся, Новый год. Да, как говорится, сел, покушал, проснулся, Новый год. Еще раз, сел, покушал, проснулся, уже 10 лет прошло. Уже у тебя есть внуки, уже не знаешь, что делать с этим делом, и понимаешь, что время проходит, но весьма торопливое время. Люди быстрые должны делать свое мнение. Заметили, что люди моментально делают свое мнение о людях, мгновенно. Они встречают по одежке, провожают по уму. Сегодня даже и по одежке, и по уму уже сразу имеют свое мнение. Они быстро производят свой суд. Люди по сегодняшнему времени мгновенно делают свое судилище. Они осуждают человека, кто какой, что он делает, как он мыслит. Как говорится, дай любви, сделай себе мнение. Закрой рот с той стороны, да, будет. Человек сегодня делает решение. И самое главное, что они быстры на оскорбление. Заметили, нет? Заметили ли вы, что сегодня люди очень быстры на оскорбление? Ты не успел еще сказать, я говорю, закрой рот. Да, еще пару слов по-русски. На языке не поругаясь, потому что все равно по-русски получается. Вы слышите, услышьте меня, пожалуйста, внимательно. Если мы хотим пробуждения, если мы хотим изменения, если мы хотим перемен в наших семьях, в наших общинах, в наших церквях, в нашей стране, в нашем городе, где мы живем, мы должны приступить к пониманию, что любое быстрое решение, быстрый суд, быстрое оскорбление приносит, знаете, вот, такое закрытое состояние, дверь, которую Бог не может продвинуть. Вот человек сам ставит преграду для того, чтобы Бог действовал. Люди быстро реагируют. И почти никогда не прощают обиды. Вы заметили, что человек, он говорит иногда, вот так ладно, да ладно, проехали, я тебя просил, иди, все, иди с миром. Но если, но если мы затронем какой-то вопрос, у нас есть большой спиннинг, называется воспоминание. Мы его закидываем далеко в черный омут, и оттуда тащим ситуации, которые напоминают нам о наших обидах, о вопросах, о разговорах. Мы вытаскиваем, показать, вот какая у меня для тебя есть петиция. Почему? Слово, которое здесь используют, я прочитаю местописание, притчи 19-11. Я буду читать из еврейского перевода, больше, чем из русского. Русский перевод очень тяжело даже увидеть, что там имеют в виду. Разум человека делает его долготерпеливым, и слава его прощать проступки. Трудно понять. Даже русский этот перевод сильнодальный. Благоразумие делает человека медлительным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. каким, что на еврейском нам больше глубоко говорит так, мудрость человека делает его долготерпеливым. И для его же блага пропускать и не замечать, прощать раздражения и обиды. Для его же блага прощать. Там слово такое используется, как слово Песах. Пройти надо. Как мудрость человека, это его долготерпение. Когда он думает, когда он терпит. И благость для него, когда он над ситуацией. Когда тот, кто тебя раздражает, тот, кто тебя обижает. по любой причине, только делами или словами. Какая? Нет разницы. Ты над ним поднимаешься. Потому что, когда ты опускаешься, поддаешь возможность этой обиде тебя коснуться, это просто раздражителю тебя раздражать, происходит нечто. Ты опускаешься на эту ситуацию ниже, и Божьего мира не остается у тебя. А Божий мир, он превыше всего, превыше разумения. Когда ты ходишь в Божьем мире, в Божьем шаломе, то вы знаете, что вы всегда будете способны ответить Богу на его призыв. Когда у тебя есть мир Божий, в твоем сердце, когда ты над ситуацией, ты всегда будешь способен сделать Божье дело. Когда за кого-то помолиться, Бог тебя будет использовать для исцеления, освобождения, наставления, наседания. Бог будет тебя использовать. Но как только обида пронсила твое сердце, как только раздражение пришло в твою жизнь, ты не способен уже слышать Бога. Не способен. Потому что здесь используется слово, как Пасха, как пройти над ситуацией. И если Господь, если наша Пасха, мы должны с Ним пройти над этой ситуацией. Люди, вся, и вот это слово еще связано с прощением. На самом деле, когда ситуация происходит, у нас должна появиться позиция не только пройти над этой ситуацией, а с возможностью иметь прощение. И это прощение связано с нашей душой. Если наша душа, она уязвима, огорчается, оскорбляется, тогда прощение не может действовать. А лучше всего в жизни действует прощение. Как Мессия простил нас, мы должны прощать кого? Других людей. Других людей. Вот смотрите, что пишет Иакова 2, глава 15 стих. Так говорите, так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказывающий милость, милость превозносится над судом. милость, она превозносится над судом. Услышьте меня, пожалуйста. Помните, я говорил о раздражителе? Вот то, что я говорил о том, что человек мудрый делает, мудрость человека делает его долготерпеливым. И он должен пропустить, пройти над обидой, над раздражителем. И на самом деле, когда ты начинаешь раздражаться и осуждать, то есть обиду, когда мы разговариваем с людьми, что нас раздражает, мы становимся на уровень суда. Мы становимся людьми, которые судят другого. Как ты поступил? А что ты говорил? А как ты одеваешься? А что ты делаешь? А как ты поведение? Что ты за человек? И это, наоборот, ставит нас под уровень суда. А здесь Писание говорит, что милость произносится над судом. Почему я говорю об этом? Сегодня легко люди обижаются. Почему люди сегодня быстро оскорбляются? Почему нас так сильно раздражают поступки и слова людей? потому что мы не ходим к благодати. Если наше действие, наше восприятие людей будет подчеркновено через благодать, которую мы не заслужили. Кто это заслужил, благодать? Благо, богорасположение по своим делам. Я не получил. я не заслужил. Я получил благорасположение по великой милости его посредством крови, пролитой на глухом кресте. И поэтому для меня сегодня существует благодать. И если я действую через благодать и милость, тогда у меня есть нисхождение к людям. но если я через суд начинаю действовать, то есть начинаю судиться ты мне, я тебе, ты мне слово, я тебе два. Ты мне вставил ногу, я тебе сказал пару слов. Я тогда действую из своего подсознательного эгоизма, моего я. Я же человек. Гордо звучит. Мое эго. Ишуа умер за нас. По великой своей милости и благодати Ишуа отдает нам дар Божьей жизни. Посему, получая незаслуженную благодать, не должны ли мы ее проявлять к тем, кто не заслуживает? Получил от него благодать, не должны ли мы это проявлять? Мы забываем это. Мы всегда можем опродать свои поступки. У нас на все есть свой ответ. Но никогда у нас нет оправдания других. Римлянам 12 глава 3 стих. Подай на мне благодати. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Услыши. Рав Шаул был гонителем церкви, общины по справедливости, по суду. Он двигался с личным эго, личным я, эгоизм, который заставлял его действовать, ревность по Богу. Он так любил Бога, но с самоправедностью он гнал общину. Потом говорит, мне была дана благодать, мне была открыта благодать. И если эта благодать была для меня открыта такому изволу, как я, то не должен ли я ее подать другим? Должен. И Рав Шаул говорит, подана и мне благодати. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Не думай о себе больше, чем ты можешь думать в свою весомость. Что это значит больше, чем что? Не думайте о себе больше, чем что? Чем должно думать. И каждый, конечно, может посудить по-своему. Например, ученик не больше своего учителя. Раб не больше господина своего. Эти слова нам известны. Если я ученик Мессии, то я не могу быть больше своего Мессии, своего учителя. Если я раб господина моего, Господа Бога моего, то я не могу быть больше его, иначе я буду доложен Мессии. Если понимаете, тогда выходит есть такое понятие такого, если учитель нам дал какой-то повод смирения, тогда этот повод находится у 1 Петра послания 2 глава 23 стих. Будучи злозловим, он не злозловил взаимно. ой, что вы так по-больному режете, да? Ну как не ответить на этом прекрасном нашем привозе? Вы не знаете, этот хам, этот человек, он так мне сказал, но как ему не ответить красиво, так по-одесски, чтобы забыл. Будучи злозловим, он не злозловил взаимно, страдая, не угрожал. Иди, 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 мы еще встретимся. Услышьте, чем я говорю, услышьте, 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 друзья, услышьте, я уже не один раз замечаю ситуации, которые происходят во многих общинах, во многих церквях, когда люди желают иметь пробуждение, хотят иметь общину, которая будет действовать в дарах, и проявление, быть тем домом Божьим, где бы проявлялись вот милость, благость, любовь, долготерпение, где бы продолжались чудеса, знамения, они внутри себя накручивают теми вещами, что если будем давать побольше, делать что-то больше, а не будем иметь проявление любви, тогда будет все нормально. Фарисеи делали то же самое, они говорили, чем бы сильнее, мы будем исполнять закон, чем мы больше на себя возьмем ответственным за закон, поэтому будем давать десятины измяты, тмины и так далее. Если мы на себя возьмем, но будем пренебрегать такими вопросами, как родители, то мс не сойдет нам. Мы должны позаботиться о храме Господнем, чтобы там было все нормально, чтобы там все хорошо было и забываем некоторые вещи, мы ошибаемся. Нам нужны финансы, нам нужны действия, нам нужна евангелизация, нам нужно распространять Евангелие и так далее, но если мы подумаем о том, что мы индивидуальны, и через нас только Бог действует, а через брат, так он не дорос, он не дошел, он не довыучился, он не так выглядит, он не так разговаривает, он не так пахнет, мы и тогда имеем проблему. Проблему, потому что Господь не может явить себя среди нас, посему узнает, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой. И когда мы знаем друг друга, мы носим беремена друг к другу, тогда нам свободно и легко будет делать любую евангелизацию, любое действие в общине, любое призвание или человек сюда, нам легко будет, люди будут приходить и говорить, я чувствую себя как дома, не потому что я могу себя попользоваться, а чувствую, что открытые люди могут за меня помолиться, несмотря что я там ругаюсь, пахну, не такая прическа, они мне помолятся, они меня накормят, они будут тем домом, где я увижу Бога, и Бог проявится через них. я хочу, чтобы вы понимали, только какими-то действиями, какими-то великими стадионами и жесткими или непонятными отношениями не добьешься распространения его распространения идет через любовь и покрытие множества грехов. Множество грехов. Можете сказать мне, да, да, даже написано, думайте по мере веры. А у меня вера как раз такая, нормальная. Я верю, что я сын и дочь царя. Он дал мне право наступать на всяких гадов, на скорпионов, смея подкадлодные. Сказано, чтобы наступать на голод, я божку пробью. Он дал мне власть на всякой тварью. тварь такая. Мышь белая. Владычествовать, править над всякими кознями дьявольскими. Вот в нем проявляется бес, вот буду его мучить теперь. Не дам ему своего прощения. Хотя если вы понимаете, о чем говорится, если что, свяжете на небесах, на земле, то будет свяжете на бесах. Говорится прощение. Можно так думать. Но когда мы так думаем, мы забываем самые великые, можно сказать, повествования, которые мы можем найти в Писании, в Новом Завете. Нагорная проповедь, да, это даже не Нагорная, мы называем ее Нагорную проповедь, а проповедь преображения, изменения. блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Кто говорит? Кто говорит? Ишуа сегодня говорит это к нам, тем, кто верующий, он говорит, не говорит, блаженны, плачущие, ибо они утешатся, блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны, алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут. Каким судом ты судишь? Каким судом ты будешь осужден? Услышьте, для тела Мессии, я понимаю, что там в мире происходит, и они, они так живут, для тех, кто обновленный в духе, тех, кто уже знают Бога, познали глубины его, познали, как он чудесен, нам нельзя допускать возможности, чтобы обиды, либо слова людей, либо их поведение мешало бы нам в первую очередь. Ведь самый больший раздражитель это, который внутри меня. ну не нравится мне его переческа, ну не нравится, как он проповедует, ну не нравится, как он одевается, ну не нравится, и вот когда ты думаешь, начинаешь думать об этом, оно внутри начинает тебе не давать покоя. блаженный чистый сердцем, ибо они Бога узрят. А если в этом сердце обида, раздражение, ярость, гнев и так далее, какое там узрение Бога будет, извините, пожалуйста. Проснулся, вижу соседа, закрыл глаза, вижу тещу, проснулся еще раз, уже вижу это самого начальника, и все, что внутри, оно вот этот какой Бог, только молимся, Господи, дай мне не выстрелить ему в голову. Да, 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 есть такие люди, раздражитель, и сам, сам свой раздражитель, блаженный, изгнанный за правду, ибо их истарство не имеет. Блаженный вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправильно злословить за меня. Вот когда это происходит, знаете, внутри, что происходит, ты хочешь ему и высказать все обратно. Неправильно за тебя, за Иисуса тебя гонят, а ты хочешь ему обратно высказать, не нужно. И дальше он говорит, если все это приходит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда в небесах, догнали и пророков бывших прежде вас. Вот это берутся, вот гнали пророков, и теперь меня не допускают, мне не то, делают то, не все, люди на меня наехали, теперь я страдалец за Христа, за Мессией. Гордость аж прет. Сейчас вспоминаем слова, гордым Бог, что? Услышите меня. Первое, что нам необходимо сделать, понимать, что по причине благодати, данной мне, лично мне, я не могу и не хочу подавать пример людям, чтобы они раздражались. Я хочу дать пример благорасположению. Я хочу научиться располагать людей, даже если это стоит мне чего-то. Нужно искать контакты. пользуя в милости через понимание. Когда я осознаю, что мне столько прощено, что мне столько я сделал, то кто я такой, чтобы не проявить милость к тому, кто нуждается. Кто нуждается. Эфизианам 4.2 Со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением нисходя друг к другу палкой. жестким словом. Но как вы скажете, пастор, там есть еще места, настаивая вовремя, не вовремя, обличая. Подождите. Там есть фраза с любовью. Как и здесь. Друг к другу с любовью. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Когда вы общаетесь с людьми, и они очень резки с вами, либо грубы с вами, я хочу вам дать совет. Не судите их строго. Не судите. Потому что мы не знаем, что произошло у них в этот день. Может, у них не сложилось все как нужно. Может, они были расстроены по причине какого-то звонка, обстоятельств, болезни, либо, знаете, просто жизненного опыта. И если мы не знаем, что человеку произошло, нам необходимо проявить уровень благодати. до недавнего времени мне приходилось служить в двух общинах одновременно. Утром здесь, вечером в Ильичевск. И это путь, кто знает, сколько от центра до Ильичевска? 40 километров? 40 с лишним? Время. Занимает время. Другие слова, поездка. И очень часто я попадал на перекресток ЖД вокзала. Там, где не ЖД вокзал, а железнодорожный переезд. Закрывается Сланбаун, и очередь длинная начинается. Когда ты не спешишь, стоишь в очереди, нормально сидишь, шьешь, пока ты доедешь. Тебя никто не раздражает, ничего нормального. Но вдруг, если у нас приткие люди, нарушая все законы, правила дорожного движения по обочине. Один, второй, думаешь, ничего себе, ну что за наглость такая. Как все должны встать. И начинается некоторая вещь, раздражители проехали, думаешь, ну как же наказать людей, ну как же так. Вот я нормальный гражданин, правил не нарушаю, хочу, стою в очереди. Так я что же могу спешить? Начинаешь так чуть-чуть выезжать, так чтобы, знаете, меньше было расстояния. Они все объезжают, впереди. Потом, и главное, что никто спасибо не говорит. Раздражители такие вот, знаете, и момент такой, внутри понимаешь, что как это так, как нарушать, вот что за страна, что за люди. Приезжая в Израиль, там тоже нет, это не так как бы изменилось, там тоже по тротуару, по всем местам, главное, чтобы проехать. Знаете, внутри аж кошмар такой иногда происходит. Начинаешь сигналить, впереди тебя людей, потому что они позволяют им перед тобой заехать еще, знаете, так. Сначала сигнализм тем, кто проезжает мимо, сказать им, что вы делаете, правила дорожного движения читайте. Не нужно так наглеть. А передистоящему сигнализм, чтобы он подвинулся, чтобы никого не пускал. Ну, вот такой раздражитель бывает. А потом, однажды задержался здесь на собрании, у нас были люди, гости, и я начал ехать в сторону Ильичевска. На время опаздываю. И знаете, это еще чувство, чувством, что меня все понимают, что все понимают, что я спешу, я начинаю. включаешь мигалки, сказать всем спасибо, но не думаешь, что ты уже поломался где-то, что не все в порядке где-то с машиной, может быть. Почему-то к моему нарушению я хочу отнестись с благорасположением, но когда я в очереди, почему-то это благорасположение, оно раздражает. нам необходимо участвовать в жизни людей с представлением, что у них в данной ситуации что-то случилось. Может даже если тебя развели, но внутри, чтобы не терять Божий мир, нужно иметь отношения. Отношения, когда ты с людьми начинаешь идти на уровень завиемоотношений. Может с людьми, которым так нас сила раздражает, происходит непонятное. Для нас расстройства, стрессы, дорожные происшествия, болезни, а может быть и уже если раздражает, лучше не спрашивать, неужели это тот месяц, когда начинается обыкновенная женская. Спросишь, ты виноват уже. Но не ты раздражитель. Ситуации в жизни появляются, когда необходимо думать. думать, что люди есть люди. Кто слышал выражение раненые люди ранят других? Да? Слышали, да? В этой причине, когда мы начинаем общаться с людьми или же что-то у нас происходит в служениях, мы не должны иметь раздражителей. Он внутри нас. Но мы должны найти способность расположения. мы должны найти этот уровень отношений, который Бог имеет для нас. Раненое животное, оно не уничтожает себя. Оно защищается. Мы когда, помню, с детьми были, там, воробей упал, там, ворона, мы начинаем к нему, а он нас кук-кук-кук-кук. Мы думаем, ах, такой, я хочу тебе помочь, а он тебе кусает тебя. Мы думаем, что у нас, как бы, мы они защищаются. Когда раненые люди делают это, нам необходимо понимать, что лучшее служение, это не отвечать на их реакцию. Нам нужен Божий мир. Нам нужно понимание. Скажу прямо, нам нужно развивать толстокожие. Вот такое выражение, толстокожие, да, толстокожие, к нему не пробиться. Христиане должны быть толстокожими, но хорошим сердцем. С мягким сердцем, которое чувствует проблему, которое может помолиться, которое может пройти в этот путь. Но чаще всего сегодня я вижу людей, которые верующие люди, они становятся мягкокожие, такие белоручки, и с очень камененом сердце, большим инфарктом. Это не должно быть. Вторая причина, еще, второй момент, когда мы, имея благодать явной для нас мессии, мы не должны ставить ярлыки друг к другу. Они хотят сделать на весь экран. Я сделал ярлыки жесткие, законные какой-то. Мы ставим ярлыки людям. Пообщаться, как Сергей сегодня говорил, если Рэбе говорит, не надо жениться рано, не думайте, что я хочу вас разделить. Жесткий, не слышит, не понимает, бесчувственный. Пообщавшись с людьми, нам не нужно ставить ярлыки заранее. сделаны себе, свои ярлыки, да, я знаю, свои ярлыки, нам легко оправдать. Свой ярлык, который мы имеем, нам легко оправдать, мы оправдываем, почему мы такие или другие. Нам интересно, что люди думают. Кто из нас не ошибался? Скажите, кто из нас не ошибался? Все виноваты. Я вам скажу, если бы все мои проблемы, которые Бог бы заклеймил, перед вами бы стоял новогодняя елка. На хануку. Знаете, как это было? Ханукальное дерево с игрушками, с клемом таким, таким вот, с моментом. мы, если бы то, что Бог каждой из моей ошибки бы клеймил меня, да, то я бы, наверное, не знаю, превратился бы в какое-то ужасное дерево. Но, по крайней мере, когда мы видим ошибки людей по обстоятельствам и временным ситуациям, мы очень часто делаем это наоборот. Мы клеймим людей уже навечно, когда их временные обстоятельства, они совсем другие. Мы очень часто ищем собственную выгоду в этом клейме. Вот, что говорит Ишуа. Итак, будьте милосердны, как отец наш милосерд. Не судите и не будьте судимы. Не осуждайте и не будьте осуждены. Прощайте и прощены будете. По данной мне благодати я буду прощать. И последнее. Нам нужно научиться прощать. Колоссянам 3, 13. Нисходя друг к другу, прощайте взаимно, если кто на кого имеет жалобу, не просто жалобу, как Мессия простил нас, так и вы. Сегодня мое послание очень короткое, хотя и длинное по времени, но я хочу, чтобы вы понимали. Это послание перемен. Если мы хотим видеть перемены в своей жизни, перемены Божьего действия в нашей жизни, в наших семьях, в нашем городе, в нашей стране, нам необходимо видеть, как мы реагируем на людей. Как я уже говорил, это обида, которая действует на нас, мы должны над ней пройти благодати. Закончу последним историей, которую я слышал в Германии. Рассказал один проповедник там, он рассказал очень интересную историю, которую я хочу вам ее оставить. Однажды мальчик, мы знаем, дети любят фотографировать, был в лесу и фотографировал разные вещи. Вдруг он заметил, как с неба с резким полетом летит орел, он фотографирует, хватает дичь, живность какую-то и поднимается наверх. Он так увлекся этим происшествием, потому что раньше такого не видел. Бегал с водопаратом подниматься и смотрит, этот орел поднимается выше, выше и выше и выше и вдруг, вдруг, внезапно, этот орел начинает падать. Ниже, ниже и об землю. Видя такое первый раз, он не знает, что произошло. он подбегает туда и он видит мертвого разбитого орла, а в его лапах была куница. Это трагедия. У орла была возможность куницу отпустить. Эту проблему, которая уничтожала его, можно было отпустить. Мы называем такую куницу еще ласка, да, та, которая любит кровь. Да, вот. Другими словами, орел не хотел отпустить свою добычу, а добыча боролась со своим врагом. и победил. Хотя обои разбились. Суть проста. Очень часто мы хватаемся за те вещи, которые нам не нужны, опасны для нас. Это может быть грех, осуждение какое-то. Это может быть, как я говорю, вот эти состояния обиды. Состояние, что нас раздражает что-то. Мы хватаемся за то, что в конце концов, если мы отпустим, мы будем живы. Если будем с этим постоянно бороться, как будто это то, с чем мы живем, оно нас и убьет. Оно нас и убьет. Мертвого орла и мертвого куницы все равно. Так же самое, как если ты будешь мертвым, греху уже нечего жить. Нету продолжения. Ничего. Но сегодня, если мы хотим изменения, перемены, поворот сделать, это не просто проповедь. Хочу оставить для вас понимание, что бы ты не схватил, как орел, потому что ты призван летать в небесах, парить в Божьем духе, видеть больше, видеть дальше. но если ты питаешься падалью, не хочешь из-за гордости отпустить твой грех, что бы ни была привычка, обстоятельства, которые там держатся, но больше всего у верующих это боль. Боль относительно другого ближнего человека. самое страшное, что я вижу среди верующих, когда родители клеймят своих детей, когда они ставят ярлыки своим детям, жены, мужья, мужья, тещам, свекровям, невесткам, друг другу, этот шаблон, который ты поставил, ты относишься так же сам к нему. То, что ты больше всего клеймишь и ставишь ярлыки, может стать твоим самым большим счастьем и твоей помощью. Поэтому отпусти сегодня, чтобы летать в Божьем порыве, в Божьем благословении, в чистом состоянии, орлы, они поднимутся, полетят и не устанут. Но тебе нужно отпустить сегодня твою обиду, твой раздражитель. Что это? Что твоими раздражителями является? Чаще всего это ближние. мы через стань наши ноги. Я действительно хочу помолиться, чтобы у нас был новый уровень, чтобы на жертвенник нашего эгоизма, наших желаний, хотим быть пророками, целителями, пробудителями народов, нашего эго. Мы положили туда сегодня наш раздражитель. Может, не нравится, как он поет, как он говорит, как он одевается. Может, не нравится, как он утром заваривает кофе, как она вставляет пять копеек каждую минуту. Может, не нравится, что твоя теща напоминает тебе, что ты должен сделать, а твой брат по домашней группе постоянно просит тебя помолиться. Услышите? Удивительная вещь прощения. Когда мы отпускаем, приходит этот ветер Духа Святого, поднимает нас выше. И эта свобода позволяет нам без лицемерия, без лицемерия молиться. И причем вовремя и не вовремя. Эта свобода дает возможность помолиться, иметь веру на исцеление. Отпустите. Может, друг твой, сын твой, брат твой раздражает тебя, потому что он еще не спасет, ты так долго ему говоришь по всем. И замечаешь, что ты до него раздражитель, поэтому он раздражает тебя. И так сильно обижает тебя. Потому что не такой. Потому что он тебя говорит правду, либо наоборот, что на чем еще. Что бы это ни было сейчас, если вы смотрите нас по прямому эфиру, что бы этого ни было, что удерживает тебя, сегодня отпусти. я больше всего убежден в том, что раздражение это обида самый большой порог сегодняшнего поколения. Мы сейчас отпустим. Авида шибашима Аббат, ты есть Бог Свободы. Мы хотим, чтобы ты нас поднял выше. Но если мы будем держаться на свои обиды, нас будет понимание за то, что нас раздражает, Господь, мы не поднимемся. Когда куница грех будет держать нас для того, чтобы уничтожить, а Господь, мы не привыкли к тому. Мы хотим отпустить. мы ценим свободу больше, нежели наше состояние оков. Авида шибашима. Багуах илухим прикоснись к нам. Господь дадим научиться, когда разговариваю с людьми, либо что мы делали, что бы мы не делали, чтобы мы поднимались над обстоятельствами. Мудрый он укрепляется в терпении и слава его, то есть то, что его поднимает выше, состояние прощения. Пропустить мимо обиду, пропустить мимо то, что раздражает, пропустить мимо то, что нас разочаровывает. Подняться в тебе и сказать, ты мой Бог, ты моя опора, к тебе я поднимусь. И в единстве Духа, Господь, ты изольешь на нас последнего времени пробуждение, которое мы не ожидали раньше. Мы получим Господь, но отношение, когда каждая община, когда каждая церковь будет переполнена, чтобы так ни было. Представьте себе эту Божью любовь, которая не зальется на эту землю, когда мы будем покрывать все то, что нас раздражает и будем укрепляться в Боге, Бог очередной и снять тех же обремененных, тех же раздраженных, тех же обиженных людей и эти церкви, которые сегодня пустые, храмы, которые в Европе пустые, если красивые, вдруг внезапно наполниются людьми, которые скажут, мы вошли в семью Ишуа Мессии. Аба, я молюсь, чтобы твой руах излился в каждую нашу семью, чтобы поснимали эти наклейки, эти господь ярлыки с наших детей, с наших близких и родных. свекрови невесток, мужей и жен, чтобы поснимали эти обирки, которые поставили. Потому что ты нас простил, ты нам дал благодать, и мы все свое отдаем тебе. Господь, прикоснись и на этот жертвы не Господь я ложу свое раздражение, свое сердце, всякие обиды. арею арею Кто, как ты, мой Бог? Кто, как ты, Господь, Бог наш? И селись от Духов Святых! Госнется, ты сможешь. Прикоснись, измени его! Могу искать я вечер и не найти. Господь, нет таких, как ты. Кто, как ты, мой Бог? Кто, как ты, мой Бог? Селство моего коснется, ты сможешь. Могу искать я вечер и не найти. Господь, нет таких, как ты. Я хочу дать возможность. Кто, как ты, мой Бог? Я хочу сейчас дать возможность тем людям, которые, может быть, обиделись, может быть, даже здесь в общине, сказать Богу, я отдаю эту обиду тебе. И этот раздражитель тебе отдаю. Если это личность, просто внешность, дай мне полюбить этого человека. дай мне влюбиться в этот голос. есть ли его характер. Дай мне увидеть этот характер для того, чтобы я мог быть другим. И если невозможность зарабатываться в служении, Господь, помоги мне влиться в это служение и не смотреть, что происходит. Для тех, кто не узнал и не знает, изшего Мессию, Личным Спасителем, я предлагаю вам сделать простую вещь, обратиться к Нему. Я вам гарантирую, Он уберет эту боль из своего сердца. Радочарование, которое ты имеешь, Он даст тебе шалом. Он даст тебе мир. Все, что нужно сделать, сказать Его простые слова. Аббат, я верю, что ты послал Иисуса Иешуа на эту землю ради меня. Он вознес грехи свои мои на себе, взял мой грех, продал распять себя, чтобы я был свободен. Я верю в жертву Иешуа Мессии, я верю, что у вас грех из мертвых, и поэтому прихожу к тебе, зная, что только ты по моему исповеданию сможешь снять с меня время греха. И Он даст тебе цель жизни, потому что жизнь весьма-весьма коротка. И когда мы станем перед Ним, я хочу услышать, сын мой, ты сделал все, чтобы другие имели мир со мной. Аббат, простим наши грехи, дай нам подняться, взлететь, парить, любить, созидать, благословлять и быть благословением. Не только благословлять, а еще стать этим благословением для друг друга. Возьмитесь за руки, будем молиться. я знаю, что сегодня многих нет. Многие, может быть, сейчас посещают другие конференции, можете передать, они очень много пропустили. но это все можно найти будет на нашем веб-страничке, на нашем сайте. пускай сегодня будет новым днем для тех, кто находится здесь, тех, кто смотрит нас в интернете сверхъестественным помазанием сверхъестественным помазанием. Тебе нет пределов, Аббам, ты прикасаешься каждому человеку, который открывается перед тобою, который уверен и знает тебя. Он знает, что ты есть Бог милости и благодати. И как ты явил эту благодать для нас, пиши о Мессии, дай нам ей дать благодать друг другу, не сходя в наших поступках. И, Господи, в этом прославишься ты. Как ты нас просил, Господь, да нам прощайте множество преступлений, которые совершаются лично для нас в нашей жизни, либо вне, либо вовнутри. Господь, я прошу, пригаснись, пускай твое исцеление придет, твоя милость придет. И подтверждение не только, Господь, для духа, но и физически это выражится. Когда, Господь, мы освобождаемся от горечи, либо, Господь, обид, ты исцеляешь наше тело. Сейчас. Пускай приходит твое исцеление. И более того, Господь, пускай подтвердится это через, Господь, благоволение в работе, в бизнесе и успехах, Господь, которые ты приготовил с ума народу. Твое исцеление и твоя благодать и милость и любовь достается с нами, доколе ты придешь. И проходя этот путь жизни, дай нам научиться быть детьми, которые слышат тебя, любят других и знают свое предназначение. Пускай Бог Авраама и Цаха Якова благословит тебя и сохранит тебя. Пусть Он презрит на тебя светлым лицем своим и помилует тебя. Обратит свое лицо к тебе и даст тебе свой мир, свой шалом. Это пускай благословение остается со всеми вами, со мной, моей жизни и пускай наш город увидит пробуждение. Пробуждение когда люди принимают Ишуа на улицах этого города, когда жизнь их не меняется, когда из жестких злых людей они превращаются в людей, которые благоволят другим, служат другим, утешают других, когда они становятся жертвенными ради других. Во имя Ишуа Аминь. 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 Аминь.